Если у нас сейчас вопросов нет по реви, я, с вашего позволения, перейду на препарат Ренеал. Препарат Ренеал у нас является препаратами, которые сделаны на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, но в линейке филеров есть препарат, один препарат, который называется Ренеал, бьюгревитализант, который не обладает сшитой или стабилизированной гиалуроновой кислотой. Это просто бьюгревитализант, это чисто высокая молекулярная гиалуроновая кислота, 3 миллиона дельтон, 2 миллилитра шприц, 2% гиалуроновая кислота. Потрясающе работает в коже, в севу лица, шеи, декольте, осуществляет суперармирование, но здесь нету тригалоза, здесь нет пролонгирования, соответственно делать его будем раз в две недели, 2-3-4 процедуры на курс, конечно же, только тогда мы можем добиться какой-то пролонгации. Итак, препараты Реви и Ренеал делаются в лаборатории, которая обладает сертификатом Айзот 13485. Еще раз подчеркиваю, что этот сертификат говорит о том, что наша лаборатория обладает европейским качеством менеджмента управления, и сама лаборатория сделана по европейскому уровню производства. Бифазные филеры, что такое бифазные филеры? Бифазные филеры это те филеры, которые имеют в себе внутри своей сшитой молекулы, еще не сшитую молекулу гиалуроновой кислоты, и, соответственно, исходного вещества нужно немножко меньше для того, чтобы, я имею в виду БТТ, для того, чтобы осуществить стабилизирующую функцию самого препарата. И когда мы говорим про препарат на основе бифазной структуры, мы всегда говорим, что в первую очередь гиалуронидаза, когда будет расщеплять наш препарат, он будет расщеплять не саму стенку сшитого препарата, а он будет расщеплять именно наш биоревитализан. А в отличие от других препаратов, наше ноу-хау достигло очень хорошей стабилизации самого препарата и фактически нет исчезновения объема. Не как во время процедуры, не через две недели, не через месяц, не через три месяца. И в зависимости от самой молекулы и его, скажем так, критикуляции или стабилизации, в зависимости от этого, буду сейчас рассказывать, как мы будем вводить все препараты и что мы можем достичь. Итак, у нас в линейке рениал есть три препарата. Этими тремя препаратами являются рениал-100, рениал-200 и рениал-300. Итак, в линейке рениал-100 является самым нашим мягким препаратом, который мы очень легко вводим внутрь термы. Можем делать бланширование, мы можем делать губы переорбитальными зонами, мы можем делать любую морщинку на коже, очень легко пластифицируется, можем делать шею, можем делать мочки у шеи и в том числе даже руки. Сюда же входит техника, скажем так, введения этого препарата в губы, в переорбитальную зону, в, скажем так, морщинки и, конечно же, армирование наших морщин на шее. Когда мы используем этот препарат, мы четко понимаем, что мы можем вводить его как иглой, так и конюлей. Это конюльная техника введения препарата рениал-100 в губы. Следующим препаратом, который у нас сделан по технологии бифазного препарата рениал, это рениал-200. Рениал-200 у нас является более сшитым препаратом, то есть здесь уже будет большая пролонгация препарата. Мы его не делаем в губы, самое крайнее, это делать его в край губ. То есть он очень густой препарат для того, чтобы делать кондурную пластику губ. Находится в подкожно-жировой клетчатке и армирует наши глубокие морщины, более глубокие морщины. Уже в протяжении 8-12 месяцев. И с таким препаратом, конечно же, хорошо делать нижнюю треть, делать полемизацию, например, подбородка. Но уникальное сочетание и одновременно пластичности, и объемности этой молекулы. Я имею в виду самой стабилизированной белой ровной кислоты рениал-200, потому что он нам позволяет работать и вместе с этим делать не только армирование кожного волоска, но и еще делать полемизацию. То есть я на нем спокойно могу сделать полемизацию подбородка, я могу сделать скулы. И все это будет очень хорошо приносить, скажем так, очень большое удовольствие нашим клиентам, нашим пациентам вплоть до года. То есть этот препарат будет держаться вплоть до года. Рениал-300 является более блотным препаратом. Это именно тот препарат, который мы применяем в технике, когда мы работаем с нашим носом. Это ринопластика, это полемизация скул, это болезненная техника введения препарата под носогубную складку. То есть мы будем этот препарат вводить очень глубоко, переостально. Вместе с этим нижние дры, подбородок, этот препарат стоит больше года до полутора лет. Поэтому вводите его всегда осторожно и очень глубоко. Очень мягкий препарат, легко выдавливается через даже иголочку 26G, но через канюлю 22, который я обычно работаю и который мы сегодня будем с вами рассматривать, это лучше всего. Анатомия движения. Давайте поговорим про движение наших жировых пакетов. Я очень люблю во время своих семинаров упоминать про эту уникальную, скажем так, книгу, потому что она позволяет нам увидеть, насколько ярко двигаются наши жировые пакеты. И что, например, при движении нашей средней трети не нужно вводить филеры на основе стабилизированной брилорумной кислоты в верхний жировой пакет. Потому что раз мы вместе с движением наших скул, нашего верхнего жирового пакета, у нас произойдет перемещение этого филера и глазки-то у нас закроются. А вот если мы его видим глубоко, как я буду показывать на следующих наших слайдах, вот там у нас будет как раз очень хорошая болиумизация. Если мы посмотрим на вид сбоку, мы четко понимаем, что если мы начинаем болиумизацию нашу и лифтинг со средней трети, мы тем самым будем подтягивать и нижнюю треть, и среднюю треть, и вместе с этим и даже наш обвал будет подтягиваться. Итак, когда мы говорим про точки ввода нашего препарата, мы всегда четко должны понимать, что у нас есть несколько точек ввода нашего препарата. В первую очередь это точка, которая находится ближе к спуловой кости, на спуловой дыбке. Сюда мы будем вводить глубокие наши препараты, наши более волюмизированные препараты, наши густые препараты. Это ренеал-300 и ренеал-300. А также с этой точки мы можем сделать, например, биоармирование, легкое введение, ренеал-100 во всю нашу щечную область и также височную область. Что касается вкола, точка, которая располагается возле уголка рта, она позволяет нам сразу же сделать контурную пластику губ. Это носогубная складочка, это у нас верхняя и нижняя губа, ее кожная часть, армирование кисета, сюда же идет армирование и морщин улыбки. Вместе с этим при поднимании уголка нижнего рта, то есть уголка рта. Итак, ренеал-300 у нас является истинным волюметриком. Мы будем его вводить очень глубоко, особенно когда все спрашивают, какие векторы вы используете, как вы используете для этих препаратов. Я могу сказать одно, что я скольжу по надпустнице и как раз местом распределения нашего препарата будет являться скуловая кость. Или, например, когда мы делаем подбородок, этим местом впределения будет являться наша область подбородочной кости. А точнее говоря, область подбородка на нижней челюсти. Итак, в средней части нашей скуловой дуги мы вводим наш препарат, его ориентируем перпендикулярно к коже и разворачиваемся дальше уже на костно и вводим его глубоко внутрь нашего глубокого жирового пакета. Итак, рениал-200 у нас является более мягким препаратом. Этот более мягкий препарат позволяет нам работать очень легко не только с армированием наших тонких и глубоких морщин, но и еще он очень хорошо может повоздействовать на волиумизацию нашей ткани. Например, когда у нас есть вот такой пациент с ярко выраженным строением нижней челюсти, когда нижняя челюсть заходит за верхнюю челюсть и когда подбородка у нас практически нет, мы вводим очень легко этот препарат не только в подбородок, но еще армируя область западения брыли и еще вводим его в нижнюю, в область очень поверхностно, подкожно, в область нашей угла нижней челюсти. Мы будем достигать такого очень хорошего лифтинга, ну и, естественно, эффект армирования будет здесь самый мощный и эффект распрямления всех наших складок. А уже как появилась шея и исчез второй подбородок, я уже не желаю. Итак, как мы можем его вводить? Можем вводить с этой точки, можем вводить с точки, которая является перпендикуляром от нашей носогубной складки к, скажем так, линии нашей нижней челюсти, то есть нижней, нашему контуру лица, главное самое четкое нужно понимать, что 3, 5 и 2 точки – это введение глубокого, в глубокий жировой пакет. 1 – это поверхностное введение, то есть под кожу, а 6 – это два введения и под кожу, и переостальное, то есть под мышцу. Как у нас построена анатомически, как выглядит у нас область, подбородочная область? У нее есть глубокий жировой пакет, сверху которого располагается мышца, сверху этой мышцы располагается еще один жировой пакет, это поверхностный жировой пакет. Сверху уже будет наша кожа. Так вот, мы можем распределять в этом случае, начинать нашу инъекцию со средней точки, но она не всегда выгодная, потому что лучше всего пройти и сделать армирующую линейно-ретрогрантную инъекцию до угла нижней челюсти. С этой точки мы тоже не можем этого сделать, но эта иллюстрация очень четко подчеркивает, я ее взял из статьи по как раз кадабр-курсу, как можно подчеркнуть и приподнять уголок рта, как легко мы можем развернуть нашу канюлю в этой области. Но одновременно из другой точки, которую сейчас я покажу, вот эта точка, точка введения, она очень легко находится, вы фактически опускаете перпендикуляр от уголка нашего носа, то есть вот если взять ручку, то получается вот наш край нашего крыла носа, и мы ведем вот так вот прямо, сейчас я приноровлюсь к камере, выше, ниже, вот так. Всегда трудно смотреть, потому что происходит зеркальное отражение, не зеркальное отражение, а наоборот переворачивается экран, и, соответственно, трудно ориентироваться. И мы вводим вот сюда, чуть-чуть дальше, то есть чуть-чуть латеральнее наш вкол. То есть вот наша брынь начинает западать, а вот мы вкалываемся чуть-чуть латеральнее. То есть фактически вот наша носогубная складочка, и мы проводим наш перпендикуляр до этой линии. Итак, вот эта линия у меня нарисована проще на слайде. Да, показывать на себе, особенно в камеру, не всегда удобно. Итак, мы проводим очень легко нашу камеру 22G. Здесь я взял 22G на 7, вы четко видите, что целых 20 мм. 22 на 70, 20 мм остались невостребованными. Я уже дошел до крыла носа и спокойно заполнил всю носогубную складку. Отсюда же мы можем сделать армирование всей нашей носогубной складки. И плюс к этому мы можем добиться очень хорошего армирования кесета. Мы можем добиться армирования верхней и нижней губы. Плюс к этому приподнимание уголка рта. И вот наше до и после введение ренеал 200 в область носогубной складки и в область как раз нижней трети. То есть в область как раз западения нашей пыли, нашего уголка нижней челюсти. Здесь можно выбрать не только одну точку, можно взять еще одну точку возле уголка рта. Как вы видите как раз на фотографии после, очень ярко видно, где я вводил эту точку. Точку ввода таракар. Ренеал 100 является как раз, опять же, местом ввода препарата для армирования и губ, и исполнения контурной пластики губ. И вместе с этим мы можем армировать из этой точки наши морщинки и улыбки. Если вернуться к предыдущему слайду, ярко видно вот эту точку вкола как раз нашего таракара, где я уже дальше распределялся. Но одновременно с этим я сделал здесь еще и инъекцию ниже, я имею в виду нашего таракара, и поработал еще из точки, которая находилась чуть ниже с этим пациентом, для того, чтобы армировать уголок рта, не уголок рта, а уголок, правильно, уголок рта, армировать угол нижней челюсти. Видите, у этого пациента фактически ничего нет. Все, все, гладенько. А если мы сделаем небольшое введение в уголок нашей челюсти, то здесь появится легкая тень и появится, соответственно, ровный контур нашего лица. Моментальная лифтинговая технология. Очень, очень, скажем так, красиво начинают выглядеть лица после этой контурной пластики. Многие из моих клиентов называют эту методику введения не филеров, а даже жидких нитей, потому что эффект как будто бы сделали такую лифтинговую подтяжку. Итак, ринял 100 у нас является очень мягким препаратом, который позволяет нам работать с губами. Вот так легко мы при помощи канюли 22G входим возле уголка рта, делаем контур. Далее делаем объем. Я показываю кружочком, что это очень поверхностное введение препарата. Разворачиваемся, делаем контур и делаем объем. Вот вся наша процедура. Соответственно, так вот красиво делаем потом с другой стороны. Я специально оставил одну сторону для того, чтобы не показывать. И, намеряю в виду, чтобы видеть то и после сразу же на одном пациенте. Вот так легко мы можем даже развернуть наш уголк при поднятии, сделать контур. И все это сделать при помощи канюли 22G. Спасибо вам большое за внимание. Я сейчас готов ответить на все ваши вопросы, первый из которых уже у нас появился. Значит, реабилитация периода после реви в перипетальной области. Будет ли отечность, папула и так далее. Значит, смотрите, давайте еще раз пройдемся по этому поводу. И вспомним, что реви у нас является препаратом, который мы очень легко можем делать с вами в область верхнего и нижнего века. И если мы с вами представим себе пациента, которому необходимо сделать такую процедуру верхнее и нижнее века, мы четко понимаем, что нам нужен для этого препарат реви. Как раз этот препарат будет, который будет помогать нам работать в этой области. Реабилитация у многих пациентов, которые вообще не делали себе до этого именно биоревитализацию, вот таких пациентов с ярко выраженной особенно отечностью вокруг глаз, после реви может составлять от нескольких часов до 1-2 дней. А отечность при этом будет не ярко выраженная, то есть будут на поверхности только лишь папуки, которые будут сохраняться. И все. Итак, какие у нас еще вопросы? Так, а что хочется повнимательнее посмотреть? Может, мы сейчас будем в онлайне разберем повнимательнее, что? А запись, конечно же, вебинара будет. Естественно, мы сделаем нашу запись, и дальше уже наши менеджеры ее выложат. Какие у нас еще вопросы? А, да, запись будет на нашей платформе YouTube. Коллеги, жду ваших вопросов. Вопросов нет? Прямо все понятно, все разобрали? Ну, слушайте, это очень здорово, конечно. Меня очень радует, что я понятно все объясняю. Но, может быть, что-то еще разберем. А, вот, появился один вопрос от нашего менеджера, она принесла как раз мне вопрос и показывает его на телефоне. Этот вопрос заключается в том, что препараты, которые появляются с сочетанием тригалоза внутри препарата и какими-то еще витаминами, они являются реви? Нет. В этих препаратах нету именно молекулярной связи гиалуроновой кислоты и тригалозы, как есть у препарата реви. И эта технология как раз сочетания препарата реви и реви, в которой как раз идет сочетание гиалуроновой кислоты и тригалозы, является технологией реви. И только лаборатория СЛС обладает know-how, то есть знаниями, как сделать этот препарат. Помимо этого, у нас есть патент на создание самого препарата под названием реви. То есть все другие препараты будут подделками на наши препараты и, к сожалению, никто не застрахован от тех или иных осложнений в таких случаях. То есть если вы будете пользоваться подделками. Какие у нас еще вопросы? Ну, если у нас больше вопросов нету, спасибо вам. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем вебинаре. До новых встреч на наших семинарах. Пользуйтесь нашими препаратами, вы получите искреннее удовольствие от их использования. С вами был Артем Владимирович Проценко, компания СЛС Интернашнл, Россия, Москва. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok